в общем ситуация такая что мы занимаемся топливной системой есть ощущение что у нас фильтр губка развалилась и помогает нам в этом просто техническая команда камаз мастер просто бивак тут развернут видите тут инструмент верстак пожалуйста тиски мы тут все юзаем короче этот фильтр фильтрующий элемент мы вытащили и он вообще не дуется он очень плохо выглядит не просматривается в общем надеюсь что сейчас без него давление топлива выровняется да короче дело оказалось фильтре мы его сейчас перепробовали запустить без него все давление сразу выровнялась сейчас мы его продули промыли сейчас будем пробовать с промытым продуктам блин ваш спорт вечно в опасности даже нашел холодно руки сводит от брейк-клинера и не покрывается но пацаны вот нас не бросили спасибо камаз 1 желтый доброе утро любители stories мы на утре брифинге все уже все отцы в здании потому что мы еще не выезжали мне сказали что вчера два камаза себе бутербур делали да да мне понравилось что там закрыватели дырок кто там закрыватели дырок серьезные люди спортсмены обычно бывает вот произошло дтп такой небольшой вот сейчас раз брата ну как бы смотри ну чё сделал вот смотри машина была новая реально посмотри колесом наехал реально вы водители фур заколебали вы вообще не видите людей вот вы выживете в своем мире правда это не похоже на наш грузовик если мы наезжаем тут все было бы намного серьезно ну это реально ребята след грузовика синей краски нет не знаю синяя краска на спойлере все короче мы починили точно газель да ну что любители stories очевидной пример того ради чего я вам снимаю эти stories потому что я то все вот это вижу я в этом всем кручусь и делюсь с вами для того чтобы вы тоже кайфанули посмотрели что-то интересное для себя нашли я сейчас сижу не в купе поезда москва адлер а я сижу сейчас в купе камаза гоночного это купе технички которая вот так раскладывается вот видите это грузовик вот лесенка лесенка поднимается штука надвигается и здесь три такие комфортабельные купе не то что комфортабельный а охренеть комфортабельный с музыкой с часами с кондиями с розетками со всеми делами я здесь сейчас просто переодеваюсь просто зашел переодеться и просто кайфую максимально думаю блин как же здесь все круто и продуманного ребят вот и вам одно показываю они живут так но мы все сегодня уже отрепетировали в два часа у нас будет основное шоу зато покажу вам нашу экспозицию тойота дает а у нас титульный спонсор мероприятия в качестве автомобилей автомобильный спонсор safety car и все которые выезжают на площадку выводят машины какие все тойота вот такая у нас выставочная зона наша хайлак стоит сожженные шины сейчар все дела вон камазы прекрасная погода народ все прибывает но основной и основной конечно поток людей мы ждем где-то в районе обеда кстати об обеде я бы чуть позже гоняет мальцевички гоняют в общем ребята прекрасный день прекрасная погода приходите обязательно а камаз хана какая-нибудь груза хана груза хана вчера у нас на репетиции произошел небольшой конфуз у меня там заглопала машина по техническим причинам топливо отвело Это произошел самый прекрасный момент, когда это могло произойти самый выход из финиша. Нет, конечно же есть немножко измена, потому что нестандартная ситуация, она впервые. Но наша команда привыкла к нестандартным ситуациям. Еще было, так скажем, уже сумерки, темнело. В этом немножечко малой кровью обошлись. Поэтому машина целая и готова к сегодняшнему представлению. Вы очень крутые, спасибо вам за очередное шоу. Спасибо. Так, так, в Мерседесе тут что-то заглох. Тут импровизированная гонка олдскульных тачек. Веха 21, Мерс 24, москвич. Обратите внимание, сколько зрителей уже собралось. Вот, то есть, уже здесь тысяч, наверное, 15 есть. Очень много людей. Так, ну что, москвичат, москвичат, давай! Оооооо... Так, 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 а здесь, кстати, Кадаков, это главред за рулем бывшая. Перевест-а-невею. Ну, ладно, Пехо, Пехо довозит. Все знают, что БМВ это гоночная работа. Значит, за ним третьим у нас идет Дмитрий Козлов, 17-летний. Первый пока идет голубой БМВ. Артики особенно не напрягаются, просто берет максимум от жизни. Как комментировать кольцо, ребята? Машина, машина, машина. Машина. Да ладно, я сучу. А мы победали, все нормально. Готовимся к приезду президента республики и к нашим основным. В общем, приехал я в Автолайт, а не домой. Автограф, карточки Никита сейчас привезут. Гоняю пока вот на этой, на Красном Бароне. Наказан, сука, блядь. Заглох сегодня. Короче, сидим мы с батей на автограф-сессии. Тут куча народу. И подбегает любитель сториса, дарит мне вот, смотрите, какую кружку кастом. Ручная работа, бисер, push the limit, автоспорт. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Вот это музей Поля Чудеса. Вот там вот так вот все выглядит. Да. Вы в сторис. Бисер, push the limit, он за безопасное движение на дороге. Он за то, что Бог уважает всех участников дорожного движения. Ну и вот они появляются здесь, друзья. Которые стуры будут в составе. Команда Агрегатика в другом составе. Пулин, GT. Ребят, в другом составе. Спасибо, ребята. Потрясающе. Лада Гранта Кап. Участники Лада Гранта Кап тоже. Возьме советского и зарубежного туризма. Вот Даниил Варков сейчас у нас на экранах снимает. В общем, все отлично. В следующем году обязательно сюда вернемся. за все более крутой программой. Расскажи, расскажи в микрофон на всю Казань, что происходит сейчас. Ребят, во всяком случае, те, кто только что сюда подошел, и те, кто начал сторис смотреть. Ребят, вы все пропустили. Все закончилось. Можно уходить домой. Блин. Что мы подписываем, расскажи. Специалисты для всех своих зрителей в микрострасляции. Ребята подписывают, что автомобили остаются принадлежатой в Казахстан. Все, представители сказали. Серега, ты уже подписал. Там какой-то замут этот татарский. Короче, на самом деле, это такой шутливый акт о том, что все мы подписываемся за безопасное вождение. И типа это специальный документ. Вот видите, все пилоты расписываются. Очень круто. Сейчас мы с вами тоже черканем. Дайте красный. Да. Спасибо. Спасибо. Все, вам позвольте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok